привет из канады решил записать новый ролик посвященный грубо говоря нашей медицине вчера были в новом госпитале ездили мне там надо было так я новый госпиталь его построили у нас в торонто примерно это на маккензи и джейн джете и торонто построили его примерно максимум лет 10 я не знаю точно но может меньше вот так я хочу сейчас много информации меня спрашивают говорят саша а как там сегодня с медициной в канаде люди пишут что хуже стало плохо ну и вся вот эта тема так я вчера мы поехали и честно говоря я хотел записать как мы ехали там все показать вот не получилось у меня погода у нас жуткая передавали фризинг-рей там все дела но главное туман туман был страшный видимость была я не знаю но метров 100 максимум ехали тяжеловато вот от нашего дома 30 минут так вот что я хочу сказать я хочу записать ролик сейчас я вам расскажу как раз про медицину значит как сегодня вот вчера сегодня 26 вчера было 25 января вот и вообще свежайшая информация главное новый новый абсолютно госпиталь ну по нашим понятиям понимаете только там 58 лет я не знаю сколько ему лет так что поехали значит ситуация такая значит по порядку позвонил я фэмли доктору где-то число 10 января говорю надо мне в госпиталь хочу провериться он говорит да пожалуйста я тебя направлю куда я у нас тут значит маккензи ричман хилл тут все дела он хорошо эти направили направил у меня в госпиталь значит отправил и мне с этого госпиталя позвонили ну грубо говоря дня через два то есть 10 12 ну и вот 25 вчера у меня уже было поднято это по времени по срокам делали мне зачем попросил есть знаете вот рентгены всякие там живот и прочее значит я у нас там есть эмирай сети скен много там очень короче я себе сети делал это там и житвы я расскажу я все расскажу значит и вы услышите много хорошей информации свежей главной свежей вот так вот там значит я и про людей расскажу и сколько они зарабатывают и расскажу вам значит вообще этот госпиталь это все-таки новый госпиталь как он выглядит потом мы там значит в зале сидели ждали там телевизоры были что по телевизорам показывает и что рассказывает ну и конечно саму процедуру кто работает в общем немножко информации минут на 20 на полчаса я вам предоставлю свежая информация абсолютно вот наша медицина наш новый госпиталь житей торонто это рядом совсем сторон то мы живем вот но по порядку значит позвонил назначили вчера поехали туман добрались поставили машину вот и пошли там пешочком чуть-чуть там там рядышком с паркинга совсем рядышком я все расскажу сколько стоит все расскажу вот зашли но первое что бросается в глаза вот самое первое значит вы знаете такие ассоциации были с нашим новым аэропорту пирсом первый терминал огромные пространства огромные окна вот и очень очень чисто вот это у меня просто это мои ассоциации раз второе мало людей но вот именно здесь вот в этом пространстве на входе людей честно говоря нету публика скажем так белая вот нет абсолютно нет никаких security охраны то что мне бросил что что мне бросилось глаза и нету никаких вот этих знаете рецепшен там идешь спрашиваешь ничего этого нет какие-то какие-то такие помещения залы такие комнаты шикарная мебель но просто шикарная все блестит чистенько и какие-то вот телефоны телевизоры мониторы в разных так идешь вот эти комнатки там комната 1 там там ну понятно там врачи вот и вот мы значит идем но у нас принцип с женой мы сюда ходим вместе мы всегда вместе мы в харькове жили значит мы уехали в 99 но кто меня смотрит знают из 99 живем в торонто ну 25 лет уже и значит зашли мы никогда никого ничего не спрашиваем мы сами бывает конечно надо обращаемся но в общем мы как бы стараемся сами заходим идем впереди значит ну там надписи написано но регистрация вот первое регистрация то есть вы поняли да вот ты пришел в госпиталь ты же не знаешь там куда чего как а тут все общем по новому такое модерновое вот заходим такая комната большая но это не комната такой как зал за стеклами там все раздвигается но красиво чистенько толково правда вот и я просто стою здесь мы приехали с женой я ее жду а тут вы видите я на паркинге стою вот значит большая комната по периметру стоят тоже такие монитор чеки экраны кнопочки-то всякие никого нету вообще не ну там был какой-то там мужик что-то там регистрировал типа меня вот и ходит один человек все нету никаких вот этих знаете халаты колпаки там ничего вот и ходит какой-то там один дядька он к нам действительно идет на встречу ну как я понимаю он одет как я грубо говоря по гражданке грубо говоря вот и он к на хелпю вам нужна помощь нет мы сами пожалуйста сами так сами значит монитор вот первое хочу сказать что бросается в глаза ты его зажигаешь касание ну понятно точно и первое что появляется а на каком языке ты хочешь говорить и висят такие иконки много иконок там английский французский ну там понятно да там мандарин китайцы и прочее там много иконок вот и в том числе там русский ну касаешься рашин и дальше все по-русски то есть вообще ну ира говорит ты как я там мне все равно ты мне помогаешь со зрением не важно и поэтому я рассказывал после операции в общем короче другая тема и я ей говорю как тебе удобно заполнять там давай по-русски вот и значит она заполняет действительно там масса вопросов там карточку health card там прочее там в том числе значит а хочешь ли ты что тебе там пришло на e-mail там отчеты посмотришь много вопросов тык-тык-тык там пощелкали вот никого нету вот мы стоим в этой комнате понимаете на госпиталь приемные где люди приходят мы там значит грубо говоря минут пять ну семь мы там пощелкали вот жиг значит выезжает лист но лис конечно на английском ясное дело и буквально там мы стоим его читаем эту бах уже какая-то девчонка откуда она взялась я не знаю где-то там вышла мы не обратили внимание но в этом же зале зал большой такой хороший шикарная мебель там толково вот света много огромные потолки но правда приятно вот дальше она значит посмотрела она спрашивает там где у нас обычно всегда день рождения фамилия вот это проверка я говорю да александр i'm from ukraine это я вам говорю ей конечно этого не говорю вот и все она мне дает тут же значит на руку такую ленточку там все мои штрих-коды все уже уже все автоматизировано все наклеила нацепила что бросается в глаза молодежь в основном белая и вы знаете вот все меня больше не то что меня поражает я уже привыкну мы 25 лет живем отмечаешь очень хорошо разговаривать на английском и по-доброму может вам помощь нужна скажите мы вам покажем расскажем вот она разговаривает что у вас там куда вам она читает да 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 сейчас все ну приятно правда хотя еще раз повторяю мы к этому давно привыкли я просто как бы для вас это рассказываю как сегодня вот вчера работает эта система дальше значит она говорит вам там мол ну помочь куда чего мы говорим да ты покажи мы там сами дойдем она выходит с нами ну вот как я говорю вот эти залы большие ну вам вот туда там значит тим хортонс вот где там кофе вот эти дела и там повернете там коридорчик там найдете мы им хорошо сейчас послушайте дальше опять же про людей кстати вот эта девочка значит сколько она зарабатывает вот она работает в госпитале в зависимости от того значит сколько сколько лет экспириенс ну на старт я думаю долларов 18 честно я не думаю что там много платят на старт где-то 20 вот так а вот если она конечно там работает ну скажем 35 лет ну да конечно там побольше безусловно может быть и 25 и 30 запросто вот и у нее конечно все бенефиты на семью весь пакет но безусловно шикарные пакеты я за я рассказывал за это дело на своих роликах ну бенефитные программы вот ну и конечно пенсия ясное дело если она 20-30 лет будет работать ну пенсия будет конечно ну не как у некоторых минималка 1700 ну понятное дело вот приличная будет пенсия за трешку будет сто процентов там три-четыре тысячи хорошая будет пенсия вот и мы значит идем и вот теперь интересный момент я хочу вам рассказать и мы проходим этот Тим Хортенс она сказала нам повернуть ну вот мы там видим в конце там поворот и мы туда идем и прошли Тим Хортенс и значит грубо говоря уперлись вокруг людей есть люди ходят но никаких вот знаете вот этих в спец форме нет вот такие как мы ходят люди мы значит стоим с этим листочком откуда она появилась откуда она появилась мы не знаем наших лет ну полтинник-60 ну мне под 70 она помоложе вот но она не на пенсии как я ясное дело она видно там работает она видно там просто шла мимо она в курточке такой она к нам и значит разговор вам помощь нужна но она видит что мы растерялись она подходит это простой человек одета тоже как мы вот с улицы вам помощь нужна мы говорим да ну как бы помощь не нужна потому что мы вот типа сити скрин где чего заблудились и она нам говорит нет проблем давайте я вам покажу расскажу и проведу да то есть мы там прошли лишние двадцать десять пятнадцать метров и она нам говорит да вот сюда и вон туда давайте я говорю Ира сами найдем ну чего она говорит да ради бога и она нас провела показала ну казалось бы да мелочь но вот по факту я говорю как есть приходим туда там значит заходим в зал никого нету вообще никого тоже и там тоже аппаратура кресла телевизоры ну вся эта история никого заходим то есть у них все это автоматизировано вот то что я рассказываю значит куда не пойдешь там зарегистрировался уже там все все знают уже на тебя смотрят интересная система вот и мы значит в этот зал только зашли ну буквально там я не знаю ну пару ну минута две раз выходит такая черная черная молодая девчонка по зарплате то же самое вот я вот как рассказываю там такая же примерная история по зарплате и у нее будет сто процентов вот появилась начала разговаривать взяла этот листочек опять же там фамилия имя когда когда родился вся эта история все и она мне объясняет сейчас я тебе поставлю значит катетер тебе там впрыснут в общем объясняет эту процедуру мы ну давай мы все знаем мы уже сто раз это делали вот хорошо понимаете все спокойно вежливо культурно улыбается вам нужна помощь я вам все объясню не волнуйтесь у вас там температура может подняться тепло ну после этой процедуры кто знает действительно там жар в теле поднимается ну я это знаю собственно я говорю да ну ну мы все знаем дон швори ты не волнуйся дон швори все хорошо в общем смеемся ставит катетер садитесь вас позовут и мы сидим примерно ну примерно ну минут десять вот все что мы ждали а за эти десять минут там висит такой большой телевизор я посмотрел там этот телевизор это вот сейчас я вам тоже интересно расскажу а что ж по телевизору показывает в Канаде двадцать четвертый канал ну это такой новостной канал там он поделен на сектора вот там окошки и там в общем короче что показывает перечисляю Украина Зеленский ну мы же за Украину ясное дело наши братья вот значит Украина дальше Трамп ну с Трампом тоже все понятно там вот это Нью-Гешмер сейчас там это Праймерис идет ну вот это вся история дальше окошки туман хайвей все забито ну как я рассказал я почему снимать то не стал ну тяжело конечно ну что показывать чёрт тебе что картинкой ну что я буду вам показывать безобразие вы бы расстроились а вот это Канада я не стал снимать вот у меня там много добра посмотрите вот про Канаду дальше эти же иконки и там значит новостная программа и она рассказывает экономика какая экономика сегодня у нас как раз вчера позавчера у нас была история значит ну вы знаете там сейчас везде экономика трещит инфляция процент банка ну вся вот эта история вот и у нас сейчас вот все ждали опустят подымут банковский процент у нас опустили уже один раз мы вышли на пять и все ждут чтобы экономика как-то начала работать чтобы опустили короче они говорят пять процентов банковский процент вот инфляция четыре посмотрите кому интересно чтобы вы поняли чуть-чуть о Канаде вот я ж вам говорю значит инфляция четыре банковский вот этот процент то что они ставку опускают ставка ставка банка пять процентов посмотрите сколько в других странах вам будет вам будет приятно там там чуть-чуть не так чуть-чуть я шучу там вот там вот так не так вот ну и там еще значит и идет сюжет Голливуд значит Голливуд и тут они говорят второе место в мире Голливуд Торона Торонто на втором месте после Голливуда по съемкам фильмов я эту тему очень хорошо знаю у меня есть знакомые и молодые и старые которые работают в этой индустрии и они значит работают ну в массовках массовки я сейчас очень коротенько чтобы вам было понятно может интересно сколько люди зарабатывают ну они там регистрируются люди годами работают десятилетиями вот такая работа для тех кто не знает сообщая информацию вот такая работа массовки значит шестнадцать на старт ну детвора обычно такие а кто значит в юнион у тех тридцать в час плюс дорога им оплачивают дорогу в общем короче они в принципе где то там долларов четыреста пятьсот они в день имеют работают не работают приехали там сидят деньги платят ну там по разному вы же понимаете по разному дальше детвора они немножко в другой категории вот у них там значит бывает я вот знаю девочку ну она тинейджер как моя Наташка и она значит тоже там подрабатывает частенько у них система там другая но у нее вот по крайней мере как она работает эта девочка семнадцать лет тысяча в день ей за часы не считают просто вот ей там звонит значит ее агент ну и говорит там что так и так там три дня по тысяче в день она говорит хорошо я хочу садится на машину у нее своя машина и едет ей там короче больше ничего не платят дают только вот это ну они там кушают костюмы это все дают короче Голливуд Торонто на втором месте понимаете интересно я честно говорю мы столько лет живем я не думал ну я знал но не думал ну вот мы там пока сидели потом там минут десять вот это дело мы там новости послушали выходит китаечка но она не китаянка она японка маленькая худенькая хорошая девочка улыбается они там все вот что у меня бросилось в глаза ну все такие все такие добрые все такие знаете ну я тебя люблю чем тебе помочь ну грубо говоря я шучу конечно ну вот так и она меня забудет зашли она мне объясняет что будет и она меня спрашивает вам там перевод хотите мы вам организуем на русском языке ну они о чем это говорит она смотрит по фамилии и она понимает ну по фамилии понимаете да Иванов Петров Russian я говорю мне не надо я все понимаю вопросов дома вот она смеется вот так ну честно но я про себя как бы удивляюсь думаю слышишь наладили сервис под любого хочешь на китайском хочешь на венгерском молодцы конечно да лег меня там покатали в этой барокамере ну минут пять минут пять семь все там гудит шумит в общем впрыскивает температура поднимается ну это правда это я знаю в принципе все нормально ну и все она периодически подходит держит за руку спрашивает ну она видит мой возраст документы есть она видит ну шестьдесят семь лет уже мне было вот на пенсии и она говорит да тебе там не волну я говорю нет нет все нормально окей и все вышел значит быстро все это зашел переоделся я говорю ну все пошли домой поехали выходим вот теперь тоже опять же вот вот этот сервис чисто красиво люди никого нету не спроси чего я слышишь интересно может тут как-то можно за паркинг оплатить ну чтобы мы там не платили может в зале где-то подходим мы к мужичку там действительно есть там есть такая знаете небольшая зона сидит там один дядька пенсионер подрабатывает белый родной английский ну и мы ему как бы можно вот запланировать ну хотите я вам сейчас это организую но в принципе проблем нету будете выезжать там заплатите за машину все вопросов нема поехали выходим на улицу рядышком там мы прошли большой паркинг огромный паркинг я не знаю на какое количество машин паркинг огромный ну там пять или семь этажей очень много машин мы на втором этаже стояли там лифт ну вот мы поднялись а мы значит подходим к этому паркингу на входе на входе где там зал там сидят security вот и там машинка подошли машинку этот чек я свой вставил дзынь оплатите достаю визу просто ее прислонил вот так прислонил дзынь как вы думаете сколько нас не было там время показывает один час десять минут ну понятно ну там время там когда я брал этот талончик вот теперь я его вставил час десять дзынь дзынь ну я говорю у меня зрение такое я езжу без очков но так читать проблема только в очках и я Ире говорю Ир ну она говорит ты не поверишь я говорю сколько семнадцать долларов я говорю класс за час ну там ну больше двадцати пяти там что то такое там уже не берут короче они один раз берут максимум а там хоть целый день стой и будет ну грубо говоря те же деньги вот вот я говорю класс поехали взял за счет эту карточку поднялись сели завели спустились объехали подъезжаем дальше уже на улице шлагбаум я вставил эту карточку ну же ж оплачено дзынь все открылось поехали домой туман ни черта не видно вообще ну завал я почему говорю я не стал ничего снимать ну и конечно картинка такая честно говоря ну по-русски говоря хреновая вот и я потихонечку еду Ира говорит ты знаешь давай может пицца зайдем покушаем потому что так все это уже я говорю понял погода из-за погоды хочется отдохнуть уже так напряженка чувствуется кстати ехали и туда и назад я хочу вот особо подчеркнуть за мной ехали машины ну я в два конца ездил все на большой дистанции огромная дистанция правда ну не пять далеко вот я смотрю а он реально там ну метров пятьдесят вот так вот люди едут молодцы приятно молодцы соображает как у меня внучка когда ей четыре года было Наташка у меня ум есть четыре года им было вот и вот потихонечку вот так мы туда-назад заехали пиццу взяли пиццу еще двадцать долларов вот так мы в госпиталь съездили но зато медицина бесплатная все бесплатно все обслужили все сделали и все красиво все чистенько ассоциации такие как я рассказал вот все все по-доброму класс все улыбаются медицина бесплатная ну и теперь значит пять бизнес-дэй придет результат ну к фэмили доктору ну и там система честно говоря такая он получит если если вдруг там какие-то сложности ну он позвонит сам а если все нормально он вообще не звонит ну и я конечно могу к себе на почту зайти сам почитать мы так и делаем мы зарегистрированные мы сами смотрим мы там все знаем мы все понимаем больной хромой слепой мы уже все знаем сколько крови сколько того там ну примерно ну понятно что примерно ну если плохо мы сразу понимаем а так видно что нормально ну потом я там с ним связываюсь алло гараж он говорит да Саша да все нормально можешь жить дальше не волнуйся понял ну и все вот так ребятки вот это я вам рассказал это сегодняшняя медицина по честному вчера это было вот и говорю как есть ну действительно да люди там жалуются говорят долго ждать и то не так и это не так ребята я вам рассказываю вот я живу двадцать пять лет я у меня есть ролики про медицину посмотрите как я в госпитале лежал несколько раз как меня спасали интересно ну у меня рак почки был и меня спасали ну вот видите в две тысячи четвертом году ну а сегодня уже двадцать четвертый представляете по идее конечно я должен был убереть тогда еще вот бесплатно все бесплатно ну и вот сейчас я расскажу да запаркинг конечно ну весело ну кофейку там попить тоже будет весело вот плюс там всякие купить что-то там конечно цены будь здоров это правда но сама вот эта система вот я рассказал все хорошо все нормально не знаю ну люди ну если б я тут столько лет не жил я бы честно говоря просто ходил бы и ахал и охал как мы с женой ездим же по фермам по разным ну и вот мы там заехали и как бы как-то на ферму а там ну картошка там такое лук огурцы никого нету вообще никого ни одного человека и там баночка говорит положи деньги вот сюда и мы там у меня ролик есть посмотрите на эту тему вот и мы там накидали а у нас кесош конечно никогда нет у нас там ну мы все с карточками ну у нас там чуть-чуть было там долларов двадцать там двадцать пять а оно не хватает Ера говорит выкладывай я говорю ну не хватает там два доллара не 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 короче выложили поехали полчаса там сорок минут ездили по этим ну вы поняли это ж там в полях все городки ездили искали где деньги снять нашли вернулись там сорок минут катались накатали бензин вот вернулись и заплатили взяли еще там чуть-чуть заплатили и теперь оказывается опять не получается там надо двадцать восемь а у нас нет двадцать восемь тридцать я говорю так все уложи тридцать долларов я уже ничего больше не хочу никого ни одного человека ни камера может там камеры есть я не знаю честно ну я не видел никого покидали в коробочку положили деньги тридцать долларов а надо было двадцать восемь и уехали цены хорошие и так мы много так ездим и клубника вот так вот где вообще никого нет честно говоря таких немного они попадаются но редко ну а так мы катаемся там кролики и пробовать это это не только кролики да вот и утки яйца и мы когда назад сейчас ехали а там ферма написано у нас яйца стопроцентные ну понимаете да вот не вот этот трали вали приезжайте я говорю ладно сейчас туман я же ничего не хочу давай потом наладится заедем интересно ну может быть если погода будет сниму а не будет ну бог с ним понятно там цена будет нормальная ясно там три копейки будет стоить ну не три копейки но нормальное купим вот такая система рассказывать честно по правде хотите верьте хотите нет какая медицина я работал в медицине в свое время давно я был связан ну и плюс мы за это время действительно так у нас жизнь складывалась и сложилась много ходили много ездили я лежал из сердца с глазами операции много я хорошо знаю эту тему мне врать понимаете ну мне скоро 70 лет черт или врать хорошая тема вот будет какой-то вопрос напишите я никому ничего не пишу ну из-за зрения ну и клавиатура английская тяжело мне вот и поэтому может быть сниму тогда дополнительно и кому-то что-то еще подскажу в принципе ребята поверьте мне на слово я все время это говорю Канада неплохая страна скромно хорошая страна вот и конечно все нормально честно не верьте вот этим сказкам жить нельзя можно можно жить и нужно ну все о политике я сегодня и не говорю не хочу портить вот это все доброе то я сейчас как заведусь люди расстроятся вот скажу все-таки и украина мы вас любим Харьков отдельный привет держитесь ребятки все будет нормально все будет хорошо мы с вами ну в смысле Канада и моя семья большая семья все все пока друзья будьте здоровы берегите себя до свидания пока 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 Продолжение следует...